Владимир Путин тут выступил на Всемирном Русском Народном Соборе и обозначил свою то ли предвыборную программу, то ли свое нынешнее понимание мира и очень много возникает вопросов. Нет, не вопросов о его адекватности. К этому давно вопросов нет. Что Владимир Путин загнал страну в войну, напал на чужое государство, устраивает почти мировую заварушку. Пока на большую часть мира это влияет экономически и политически. В будущем это может перерасти в более масштабные столкновения. Но в любом случае Путин, развязавший войну и убивающий людей, делающий это вообще непонятно для какой причины с точки зрения рационального общего блага, не вызывает вопросов по поводу собственной адекватности. Мы все понимаем, что он неадекватен, что он тиран и диктатор, который захватил власть. Однако начался какой-то новый период его правления, когда он почему-то решил, что домострой и некие традиционные семейные ценности, которые он не может сформулировать, чем заключается, потому что у самого-то у него, значит, с бывшей женой, соответственно, в разводе, у него несколько любовниц, от них есть разные дети. В общем, Путину о семейных ценностях неоткуда узнать, потому что у него никаких этих ценностей нет. Своих детей он скрывает, своих не в браке рожденных детей. Любовниц у него несколько, уж непонятно, с какими из них он сейчас находится, но в любом случае ни о каких традиционных ценностях речи не идет. С религией у Владимира Путина отношение тоже так себе. Он КГБшник из Советского Союза. Да что он может вообще знать, в том числе о православии? Голову даю на отсечение, что я про православие знаю гораздо больше, как и про христианство в целом. Ну, потому что это была сфера моего научного интереса. В тот момент, когда я, собственно, начал раздумывать над тем, что религия выглядит вообще довольно странно, и почему люди верят в религии, я заинтересовался религиями с научной точки зрения, в том числе христианством. И, собственно, довольно подробно знакомился со всеми основополагающими текстами. В отличие, скорее всего, от Владимира Путина, который, судя по ненастоящим цитатам, которые он периодически приводит, ничего о религии не знает. Короче говоря, у Владимира Путина появился какой-то новый дрейф вот в эту традиционалистско-консервативно-правого толка сторону. Почему я называю ее такими длинными странными словами? Потому что на самом деле это не оформленная никакая идеология. Просто зачем-то Владимир Путин начал теперь делать вид, что он какой-то русский православный националист, тем самым создавая проблемы уже непосредственно для себя внутри России. Но обо всем по порядку. В общем, сегодня поговорим, как Владимир Путин тужится и пытается придумать хоть какую-то идеологию для своей диктатуры. Почему то, что он придумывает, это настолько неадекватный, неприменимый к России паттерн, что он еще наестся в связи с этим. И, собственно, обсудим, как воспринимают то, что он производит тем, что называют своим ртом. Об этом всем в сегодняшнем видео, потому что Россия, очевидно, тоже меняется в контексте всего происходящего. И не только ее внешняя фашизация происходит, когда Россия уничтожает людей в других странах и пытается это сделать, но и внутри самой России государство становится все более и более похожим на тюрьму, которая отторгает любых людей, которые не похожи на тех, кто это государство возглавляет, или, как минимум, которые не готовы, чтобы люди влезали к ним в личную жизнь. Обо всем этом сегодня и поговорим. Вы на канале Майкл Ланаки. Не забывайте поддерживать ролик лайком и, что самое важное, подписками. Именно на этот показатель Ютуб часто ориентируется, поэтому чем больше вы подписываетесь во время просмотра или после просмотра видео, тем большему количеству людей это видео будет роздано. Итак, вообще глобально, если мы посмотрим на выступление Владимира Путина на этом соборе русском, всемирном, то может показаться, что это какой-то видеомонтаж, что этого всего не было, потому что уж слишком карикатурно выглядит Владимир Путин на гигантском видеоэкране посреди двух Иисусов. Такой антиутопией пугали либералы лет 10 назад. Но все тогда смеялись и говорили, что, ну, слушайте, давайте тоже не перегибать, такой фигни не будет. Однако вот он, 2023 год, подходит к концу, и мы видим, что в России воплощается все то, о чем предупреждали те, кого принято называть алармистами. Некоторые политологи, в том числе с оппозиционным уклоном, говорили, что, ну, никогда в России там такого мракобесия в Средневековье, как мы себе представляем, не будет. Ну, будет потихонечку развиваться, да и вообще элитам неинтересна вся эта штука, связанная с домостроем, запретом абортов, запретом ЛГБТ и все прочее. Много нам про это рассказывали. Много про это рассказывал и я. Но не в контексте того, что этого не будет, а в контексте того, что народу в России это нахуй не нужно. Собственно, ничего в этом отношении не поменялось. Поразительно, насколько Владимир Путин оторван от реальности, пытаясь натянуть сову некоторого какого-то мракобесного Средневековья на российские реалия. Ну, потому что Россия вообще довольно давно отказалась и от православия, и от в целом религиозных практик, и от концепции там тотального патриархата в своем прошловековом, собственно, проявлении. Случилось это во многом во времена Советского Союза, когда, собственно, идеология советская отрицала возможность как религиозного культа, так и старалась, ну, хотя бы формально навязать какие-то общие правила игры, независимо от гендера, независимо от, там, национальности и всего прочего. И у Владимира Путина эта проблема была постоянно. Он то назывался социалистом, то назывался либералом. Песков, правда, его называл, говорит, что Владимир Путин самый главный либерал, то он называл себя националистом. В общем, называл себя все время разными всевозможными характеристиками, но, возможно, это двойники, и каждый по-своему мир ощущает этот мир. Возможно, новый двойник ударился вот в православие, самодержавие, народность. По крайней мере, это бы объясняло такой резкий переход. Но проблема всегда заключалась в том, что история России – это такое лоскутное одеяло. По крайней мере, история стран-прошественной с Россией. Чего там только не было. И раздробленные княжества, и Российская империя, и Советский Союз. И проблема в том, что объединить все вместе эти идеологические нарративы практически невозможно. Потому что Советский Союз был антонимом Российской империи. Собственно, появление Советского Союза – это прямое следствие того, что мир, так как он был устроен в Российской империи, не устраивал граждан Российской империи. По крайней мере, часть из них. И, собственно, революция, убийство царской семьи, и полное отрицание, собственно, монархии, полное отрицание религии – это был один из базисов Советского Союза. Но я не Владимир Путин, поэтому не буду устраивать вам тут лекции по истории. Тем более, что, скажем так, интерпретаторов существующей истории больше, чем любой человек может осилить за полчасовой ролик. Давайте лучше к современной реальности. Россия уже два года ведет войну. Да, я бы мог сказать, что Путин ведет войну. Но это будет лукавство. Мне не нравятся и высказывания, когда люди пытаются сказать, что во всем виноват только Путин. И, наоборот, когда все хотят сказать, что вообще все россияне хотели этой войны. Это неправда, но, тем не менее, Россия действительно ведет войну на территории Украины. Российская армия убивает там людей. Это делают российские солдаты, российские наемники, российские зэки, выпущенные из тюрьмы. Поэтому одним Путином здесь ограничиться будет довольно тяжело. Не он все-таки бегает там с автоматами, и не он конкретно нажимает на кнопки запуска ракет. Тем не менее, Россия воюет уже два года, убивая людей на территории другого государства. Как война вообще сказывается на Россию? Влияние войны происходит по нескольким направляющим. Ну, во-первых, любое инакомыслие внутри России стало преступлением. Оно и раньше было. Видных оппозиционеров пытались травить, сажать. Алексея Навального, например. И не только его. Бориса Немцова вообще убили за то, что он выступал против военных действий России в отношении Украины. Еще тогда, после 2014 года, Россия аннексировала Крым. Но это были точечные репрессии и убийства. Владимир Путин убирал тех, кто представлял для него наибольшую опасность. Базово же во многих российских городах, особенно в мегаполисах, люди вполне себе имели право распоряжаться своей жизнью так, как они хотели. Если они хотели идти в гей-клуб, они шли в гей-клуб. Если они хотели быть традиционалистом, каким-нибудь народником, религиозным, то они вполне себе тоже могли это делать, если ни на кого не нападали с кулаками. Если хотели совмещать, то тоже прекрасно это делали. Днем ходили в крестный ход, рассказывая о том, что русские там едины, непобедимы, и вообще весь сатанизм ЛГБТ должно быть изжито с этой земли, а вечером ходили в гей-клубы. Таких тоже было предостаточно. Но правила с приходом войны несколько изменились. Общественный договор, который долгое время был между российской властью и российским обществом, претерпел изменения. Договор этот заключался в том, что в целом в России люди делают, что хотят, и на это смотрит власть сквозь пальцы. Что хотят, люди делают до тех пор, пока не мешают этой самой власти, пока не пытаются эту власть обличать, пока не пытаются прервать бесконечные потоки коррупции, или бесконечные потоки воровства, которые организовывают российские власти, пока не пытаются выступать против агрессивных действий Российской Федерации на международной арене. В общем, если ты просто спокойно себе гуляешь, и, значит, не попадаешься на глазах каким-нибудь ментам, которые могут у тебя отжать бизнес, если он стал слишком хороший, то, в общем и целом, ты можешь делать, что твоей душе заблагорассудится. Со своей же стороны, государство обязалось не делать твою жизнь лучше. Ну, не строить дороги, школы, больницы, пилить и воровать, и всячески Россию разрушать. Если есть реальная угроза России, то это, безусловно, Владимир Путин, который за последние 20 лет, больше 20 лет, смог разворовать огромное количество денег, посадить всех своих дружков на место глав различных компаний, сделав эти компании неэффективными, сделать из России страну изгоя, сделать из российской армии армию посмешище. Ну, в общем, если кто и разрушает Россию прямо сейчас, то это, безусловно, Владимир Путин. Короче говоря, в рамках этого контракта сосуществовала российская власть и общество, российская элита, ну, как она себя называет, и Владимир Путин лично. Однако, с началом военных действий оказалось, что это имеет последствия. Ну, для начала, что вообще за военные действия, откуда они взялись? Дело в том, что Владимир Путин в какой-то момент решил, что хочет быть владычицу морскую, что он хочет быть диктатором, что он хочет, чтобы в мире его уважали или, как минимум, боялись, что он хочет вернуть такой вот некоторого Франкенштейна, помесь Российской империи и Советского Союза, для того, чтобы закрыть свои комплексы, более того, дать народу что-то, что этот народ может порадовать. Ну, потому что экономических успехов нет, прорывов каких-то нет, уровень жизни не растет, стагнация тотальная, а количество нищих с каждым годом лишь увеличивается, потому что, собственно, модель государства, построенная Владимиром Путиным, неэффективна. Если она неэффективна, скажете вы, как же тогда государство до сих пор существует? Ну, дело в том, что Россия, в принципе, это такой читер на международной арене. То есть, у нее очень хорошие стартовые условия, по крайней мере, на момент появления именно российского государства после распада Советского Союза. Огромное количество всевозможных ресурсов, которые продаются, как раз продавались раньше в основном на Запад, сейчас продаются по другим каналам, но что для России гораздо менее выгодно, и поэтому доходы России снижаются. По крайней мере, перспектива этих доходов в обозримом будущем. Короче говоря, у России слишком много всего. И продавая все это, Россия получала огромное количество денег. На эти деньги можно было бы построить просто Эдем на нынешней земле. Не надеяться на рай там, наверху, а сделать его прямо здесь и сейчас. Но триллионы нефтедолларов были потрачены на то, чтобы укрепить путинскую власть, на то, чтобы починить себе все средства массовой информации, все суды, все органы, которые должны уравновешивать, собственно, систему сдержек и противовес. Все это было куплено, продано, запугано. И, соответственно, раздать деньги своим дружкам. Все это было Путином проделано. Но в итоге Россия осталась без штанов. Ну, как без штанов? А вот без штанов остались россияне. Путин-то вполне себе пару пар позволить смог. Причем, при желании, мог бы позволить себе и из чистого золота, а то из алмазов. Для того, чтобы как-то отвлечь людей от происходящего, для того, чтобы как-то сохранить свои позиции, более того, построить себе уже полновесную диктатуру со штыками, собственно, начинаются военные амбиции Владимира Путина. Начинаются они довольно давно, еще в 2008 году. Что примечательно, прямо перед ними в 2007 была знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина. Та самая речь, которая сквозила обидой. Обидой на Запад, обидой на весь мир. Обида заключалась в том, что Владимир Путин хотел, чтобы его пустили за стол взрослым. И не просто формально, а воспринимали как одного из важнейших игроков на мировой арене. Но игроком на мировой арене он не был и стать не мог. Потому что Россия, несмотря на свои размеры, несмотря на свои ресурсы, не была полноценным игроком. Экономика у нее сырьевая. Россию считали страной-бензоколонкой. И отчасти справедлива. Не потому, что у России нет другого пути, а потому что Владимир Путин ее такой сделал. Поэтому обсуждать какие-то серьезные вопросы с человеком, который просто торгует нефтью, казалось западным лидерам неправильным. Ну как неправильным? Неэффективным. Нафиг оно надо. Владимир Путин на это довольно сильно обиделся. С того момента, с 2007-го, а может и раньше, с 2007-го как минимум зафиксировали это в его речи, его целью стало доказать, что ах, вы не хотите со мной дружить, значит, я покажу вам, что меня надо бояться. Бояться как психопата с ядерной кнопкой. Бояться как психопата, который нападает на другие страны. И вот в 2008-м Россия как раз начала это делать. Продолжила в 2014-м, аннексировав Крым. И, соответственно, в 2022-м уже осуществила полномасштабное вторжение на территорию другой страны. Но после начала этого вторжения у Владимира Путина все пошло не по плану. Вторжение должно было быть быстрым, успешным. И показать людям в России, что смотрите, какой у вас царь. Какой он классный, как он все круто делает. Да, может быть, собственно, демонстрация этого самим гражданам России не была самоцелью, в отличие от Крыма, где, конечно, собственно, аннексия Крыма была важной стратегией для того, чтобы продемонстрировать людям, что вот, смотрите, есть какой-то позитив от моего правления. И тогда был знаменитый крымский консенсус, который продлился примерно два года, когда действительно рейтинги Владимира Путина выросли. Однако с нынешним вторжением все пошло совсем иначе. Ну, во-первых, потому что если с Крымом действительно была долгая история, связанная с тем, что часть людей, к сожалению, полагала, что Крым действительно должен быть российский. И вот как-то их очень смущало, что там украинские флаги. В итоге, как это называется, да, не доставайся же это никому, Россия аннексировала Крым, но ситуация там стала сильно хуже, чем было до аннексии. И поэтому я надеюсь, что Крым в обозримой исторической перспективе вернется обратно в состав Украины. Не в смысле формально, формально он и так там, а в смысле территориально. То есть Украина освободит Крым и, наконец-то, он вновь станет тем самым Крымом сразу этой туристической инфраструктурой, с прекрасной природой, с прекрасными людьми и с отсутствием российских ракетиров, которые туда понаехали и, собственно, все позабирали, всю землю и, значит, сделали там жизнь гораздо хуже, чем она была. Ну, в общем, Владимир Путин, вот когда начал это полномасштабное вторжение, он, во-первых, недооценил, что людям в России, в отличие от Крыма, как бы нет большой заинтересованности ни в самом Донбассе, ни в Харькове, там, я не знаю, еще в чем-то, но, то есть, как бы, люди привыкли, что это другая страна и, как бы, большого какой-то радости, даже если бы получилось у Владимира Путина там все аннексировать, все захватить, все оккупировать, то все равно бы большой радости не возникло. Однако возникла и совсем другая ситуация. Дело в том, что Владимир Путин слишком поверил в свои силы, слишком поверил в свою коррумпированную армию, слишком поверил в солдат, которые совершенно не собирались по-настоящему воевать. И поэтому российская армия была остановлена, а затем и отброшена. И вот тут все пошло не по плану Владимира Путин. Он ввязался в долгосрочную войну, которая для него может закончиться совсем плохо. Для чего это рассказывает? Для того, чтобы было понятно, что сейчас происходит с российской диалогией внутри России. Дело в том, что после того, как началась уже серьезная война и российская армия потерпела ряд сокрушительных поражений на первых ее этапах, контракт Владимиру Путину пришлось прервать. Теперь было необходимо, чтобы люди были подняты с диванов и отправлены на войну. Собственно, Владимир Путин провел мобилизацию. Более того, нужна была тотальная пропаганда и зачистка любых несогласных. Для того, чтобы как можно больше людей отправлять на войну, собственно, добровольцами, наемниками, контрактниками и всякими другими людьми. Для этого нужна полная информационная блокада. Для этого нужно, чтобы не было ни одного человека, который бы говорил «нет войне», который бы мог выходить с плакатами. Это нужно для того, чтобы Россия могла аккумулировать ресурсы, запускать заводы в три смены, тратить все деньги на оборонку. Ведь когда мы говорим, что Россия потратит треть своего бюджета на оборонку, да что означает? Это означает, что у России будет недофинансировано огромное количество гражданских направлений. Будь то больницы, будь то школы, будь то многое другое. И Владимиру Путину очень важно, чтобы народ не бухтел. Поэтому вот этот вот контракт, который был раньше, что мы вас особо не трогаем, а вы не трогаете нас, он больше не работает. И теперь Россия диктатура. Но у диктатуры должна быть идеология. И вот тут у Владимира Путина начинаются проблемы. Дело в том, что у самого Владимира Путина никаких взглядов нет. Он КГБшник, он аморфен, он хамелеон. У него нет принципов, у него нет морали, у него нет устоев. У него есть только жажда власти. Но жажда власти не может быть идеологией. Исторически у России идеологии тоже нет. Потому что исторически одна идеология отменяла другую. И Владимиру Путину все как-то надо было их совместить. Потому что он то за Советский Союз, то за Российскую империю. В итоге все недовольны. Недовольны совки, недовольны имперцы. Они говорят, как же так? Вот Советский Союз, он вообще убил царя. А вы царь. А совки говорят, нет, вы что? Собственно, Советский Союз оставил Россию с атомной бомбой, хотя взял с сахой. В общем, сложно было это как-то соединить, объединить. Так и не получалось. Собственно, мы видим в этом самую большую проблему путинской диктатуры, что она не может придумать аналитику все это. Зачем война? Зачем затягивать пояса? Зачем мобилизация? Зачем крайнее ухудшение экономики? Зачем это все? Ради чего? Ответы, которые дает Владимир Путин, людей не устраивают, потому что они пропитаны фальшью. Даже здесь, на этом Всемирный Русский Собор, или как он там называется, Владимир Путин пытался что-то вякать про суверенитет. Проблема в том, что единственная угроза суверенитета – это, опять же, Владимир Путин. Российской Федерации никто не угрожал ни в 2013, ни даже в 2021. Дело в том, что это Россия угрожает. И Россия пытается захватывать чужие территории. На Россию никто не нападал. Сейчас, например, у России буквально оголена огромная часть ее территорий. Если Китай завтра захочет забрать весь Дальний Восток, он сделает это за неделю. Потому что там ничего нет. Более того, если, например, Е захочет освободить город Кёнинсберг, то их тоже ничего не остановит. Оттуда Владимир Путин даже ПВО убрал, потому что его не хватает на фронте. Суверенитет России сильно ослабился после начала войны. Помните, Владимир Путин говорил, что НАТО у границ не хочет? Так НАТО у границ стало больше. И Финляндия уже в НАТО, Швеция вот-вот. Сейчас там турки самолеты себе выбьют. И, соответственно, Швеция тоже будет в НАТО. В общем, история с границами НАТО, она прям ровно обратная, нежели то, что заявлялось как необходимая цель. Может быть, Россия стала менее зависима от других стран? Нет. Она просто стала зависима вместо Европы от Китая и Северной Кореи и Ирана. Более того, от Китая Россия теперь зависит больше, чем когда-либо. Китай диктует России свои условия, в том числе по силе Сибири-2. Потому что Китай понимает, что у него козырей куча, а у России перед Китаем зеро-ноль. То есть Россия впала в зависимость от тех стран, от которых раньше не было. Более того, Россия в зависимости, вслушайтесь в это, от Северной Кореи, блин. Ну то есть это должно как-то бить по вот такому российскому шовинизму. Но вместо этого с гордостью военкоры заявляют, вот смотрите, еще партия артиллерийских снарядов поставлена от Северной Кореи, а мы им за это спутник запускаем. То есть у России теперь больше зависимости от очень сомнительных и ненадежных партнеров, таких как Иран и Северная Корея. Не говоря уже о том, что у России теперь союзники, это страны-людоеды, страны-международные изгои, страны, которые угрожают всей мировой безопасности. И это называется суверенитетом? Нет. Это все равно, что ты ушел из, я не знаю, приличной школы и пошел в какую-то дворовую банду, где половина на героине, а вторая половина либо сидит, либо скоро сядет. Какой в этом смысл? Понятно, не очень. То есть у всех разные ситуации бывают в жизни, но при этом всем рассказывать, что у тебя стало больше автономности и суверенитета, это абсолютно неправда. Поэтому вот эта вот часть, где Россия типа должна стать великой страной, вообще она борется за свой суверенитет, она не очень людям заходит, потому что всем очевидно, что это неправда. Также не заходят так называемые идеологии Великой Отечественной войны. Это тот такой небольшой, небольшая мифологема, которую Владимир Путин пытался навязывать уже много лет. Достаточно необычная. Он пытался из прошлого, из успехов Великой Отечественной войны, трагического эпизода, который он превращал в величный эпизод в истории России, в истории Советского Союза, он пытался из этого сделать идеологию. Получалось так себе, потому что многие задавались с вопросом, окей, мы победили там, это очень здорово, мы живы, к этому приложили руки наши предки, например, мой прадед и моя прабабушка, они воевали в Великую Отечественную войну. Но как это связано с днем сегодняшним? Каким образом это вообще влияет на день сегодняшний? Ответа на этот вопрос не было, что не мешало Владимиру Путину отдельно подчеркивать, что в каждом своем выступлении, что вот Россия, победившая в Великой Отечественной войне. Идеологии из этого тоже не получилось, потому что, в отличие от суверенитета, тут даже нет заявленной цели. Твоя заявленная цель хождения вперед не может быть наличия войны, которая была 80 лет назад. Ну, не мэтчится это никаким образом. И, в общем, власть думала дальше. Проблема с любыми попытками придумать какую-то идеологию, навязать ее, собственно, искусственно, проваливаются, потому что запроса на это нет. И глобально запрос был на две вещи. Первое – это западничество, которое в России сейчас воспринимается как ругательство. Но что такое западничество? Западничество – это свободная личность, это благосостояние личности, это свобода слова, это инструменты, которые гарантируют демократизацию процессов и, собственно, развитие государства. То есть глобальное западничество в том виде, в котором оно существует, это путь, предполагающий счастливого, развитого, образованного человека, который долго живет и, собственно, кайфует от жизни и вкладывается в собственную экономику, в экономику того государства, где он есть. То есть эта модель показывает себя наиболее эффективной с точки зрения технологического прогресса, с точки зрения социального капитала, то есть людей и прочее. И Владимир Путин пытается выстроить антизападничество. Но тут есть проблема, потому что антизападничество предполагает отказ от всех этих вещей. Но как эта модель должна выглядеть? Можно сказать, что вот посмотрите на Китай. Но дело в том, что Китай начал преуспевать тоже, когда выбрал модель западничества. Когда Китай был коммунистическим, когда Китай представлял Запад своим врагом, особо развиваться не получалось. Когда Китай провел часть реформ, то как раз поперло экономическое развитие. И, собственно, сейчас Китай тоже стоит на развилке. Либо, собственно, превращаться в диктатуру и сворачивать либерализацию внутри экономики и многих других остальных сфер, которые там далеко-далеко-далеко от идеала. Либо сделать диктатуру, значит, тоже начинать воевать и иметь экономический кризис и кризис на три страны. Собственно, предпосылки экономического кризиса уже видны. Короче говоря, опять же, к чему это все? К тому, что путь, выбранный Владимиром Путином, это путь в любом случае, где он отталкивается от того, что есть в других странах, которых он считает своими врагами. Но проблема в том, что отталкиваясь оттуда, он отталкивается от тех ценностей, которые близки российским гражданам. Близки не с точки зрения, что они готовы их отстаивать, а близки с точки зрения того, что любой человек просто хочет жить хорошо, чтобы от него все отстали и чтобы он был максимально счастлив. И были представители второго запроса в России. И это как раз вот этого дремучего мракобесия. Откуда они взялись, это долгий разговор. Тем не менее, это довольно заметное, но маргинальное меньшинство. Малафеев, какие-нибудь, собственно, 40-40, Байкер-хирург. Ну, вот эта вот вся перхоть невероятная, которая не имеет запрос, который бы разделяла большая часть российского населения. Но сами подумайте, Советский Союз во многом давал равноправие, как минимум пытался его дать. В Советском Союзе женщины начали голосовать раньше всего. В Советском Союзе, значит, женщины на рабочих местах, это была абсолютно нормальная история и прочее, прочее. И тут приходит Владимир Путин посреди двух Иисусов, значит, и говорит, что вы знаете, вот эти вот все чуваки, которые рассказывают про домострой, про запрет абортов, они были правы на самом деле. И мы вот это будем строить. Нужно ли это довольно эмансипированным российским женщинам? Вопрос открытый. Теперь второе. Национальный вопрос. И вот это, наверное, большая ошибка Владимира Путина. Очень странно, что он ее не понимает. Тему национального вопроса Владимир Путин всегда обходил стороной. Он всегда рассказывал, что националисты – это глупцы, что с национализмом надо бороться, что национализм – это то, что разрушает всевозможные страны. До чего там националистические движения внутри России тоже преследовались. А статья 282 примерно для этого изначально и была придумана. Это потом она стала, значит, применяться против оппозиционных активистов. Но изначально хотели, собственно, ее применять ровно для того, чтобы ограничивать националистические движения, которых в некотором количестве было. Собственно, можно под АПНИ проследить, что с ними делали. И Владимир Путин в своих выступлениях всегда отрекался от идеи национализма как таковое. Никогда к ней его не прибивало. По крайней мере, в его публичных речах, в его пассажах это отсутствовало напрочь. Почему? Потому что официально заявлять национализм этнического характера в многонациональной стране с кучей разных национальностей – это дебилизм. Пойти на это может только неадекват. Особенно, если он идет на это в момент, когда и так национальный вопрос обострен очень сильно. Но Владимир Путин зачем-то в ноябре 2023 года на этом самом русском соборе рассказывает про русскую именно этническую составляющую. То есть, национализм не тот, который, например, у Америки. Потому что этнический национализм в Америке – это был бы совсем какой-то странный прикол, поскольку это плавильный котер. Американская идея заключается в том, что я американец. Я принадлежу к этой стране и к этой гражданской нации. И оттуда идут поднятия флага и все прочее. Но когда ты говоришь, что ты гордишься этническим происхождением и что оно является базисом твоего государства, у других этнических групп в твоем государстве появляются вопросы. Причем в большом количестве. Я много раз говорил, что чем дольше Владимир Путин у власти, тем выше, а не ниже вероятность резни. Причем на этнической почве в самой России. Не падение Путина и раздробление России эту угрозу несет, а то, что Владимир Путин наоборот остается у власти. Потому что эти противоречия все чаще приводят к конфронтациям. И Владимир Путин, который вечно пытался в этих противоречиях быть неким медиатором и рассказывает, что я чеченец, я еврей, я лезгин, я все такое, значит, он зачем-то теперь на радость вот этим вот различным маргинальным, но при этом громким группам русских националистов, которые воспряли после начала войны, потому что милитаристская риторика, расширение, имперскость, вот это все, она им присуща. Они видят себя там некими наследниками Российской империи. Тоже непонятно, с какого будуна. Но это другая отдельная история совершенно. В общем, они очень воспряли. А те, которые, значит, совки, те, которые видят себя тоже правоприемниками Советского Союза, тоже непонятно, с какого будуна, они как-то приуныли, потому что это противоречит идеям, которые в Советском Союзе были. В итоге вот это, казалось бы, странное и не очень понятное выступление Владимира Путина породило большое количество обсуждений и обострило и без того накаленный национальный вопрос. Надо сказать, что вот в этой всей военной истории параллельно национальный вопрос обостряется все сильнее. Даже в Z-каналах каждый третий пост про мигрантов, про чеченцев, про дагестанцев, про противоречия и прочее, про то, как в каком-нибудь регионе какого-нибудь русского оскорбили или еще что-нибудь случилось. Владимир Путин подкидывает дров в эту печь, что, на мой взгляд, большая ошибка с точки зрения самого диктатора, в смысле для его дальнейшего существования. Посмотрим, насколько это выльется в дальнейшее развитие. Дело в том, что у Владимира Путина совсем скоро очевидно будет объявление о его походу на новые выборы. 14 декабря они запланировали его конференцию, он отменял ее в прошлом году, потому что тогда прошла мобилизация, ему было очень страшно, потому что было очень большое волнение в российском обществе, рекордное падение его рейтинга, отрицательное отношение ко всему происходящему, и поэтому он вообще затихарился и полгода вообще про войну не говорил и отменил свою прессуху. Значит, теперь прессуха будет 14-го, возможно, тогда же он и заявит о своем выдвижении. Если вот там он продолжит этот курс на православие, самодержавие, народность, тогда у него будут большие проблемы, проблемы, которые он сам себе создаст, потому что национальный дискурс внутри России с точки зрения его восприятия большим количеством национальностей, которые внутри России есть, это топливо для всевозможных конфликтных ситуаций, особенно когда есть большое количество людей с оружием с черного рынка, есть большое количество солдат с боевым опытом, которые там после ранения вернулись, или которых зэки, например, которых через полгода отпускают, и есть большое количество противоречий и антагонизма внутри различных регионов. Ну и последнее, это, конечно, вот эти иисусы вокруг Владимира Путина. Владимир Путин никогда не был религиозным, более того, довольно уважительно относился ко всем конфессиям. Но мягко скажем, Россия не православная страна. И даже не потому, что есть другие религии. Это ладно. Дело в том, что в России вообще в храмы не ходят. То есть многие называют себя типа православными, и говорят, что они религиозные, но это булжет абсолютный. Эти люди не знают ни традиций, ни, собственно, текстов, которые необходимы для этой самой религии, не делают никакие практики, связанные с этой самой религией. То есть они только на словах религиозны. Поэтому вообще глобальная история связана не только вот с тем, что там, я не знаю, русские с нами бог или еще что-нибудь, а с тем, что прям надо вот эти религиозные догмы их распространять на собственную жизнь. Вот это людям довольно-таки непонятно. В итоге Россия сейчас по факту становится очень изолированной страной, где не как было раньше, что есть какие-то вещи, которые тебе запрещены, а все остальное можно. А наоборот, есть некий образ-фарватер, которому ты должен следовать, а все, что отклоняется, это не по канону. За это ты будешь наказать. Это и есть диктатура, когда, собственно, власть залезает к тебе в трусы, к тебе домой, в твои взгляды, в твое восприятие мира. И Россия сейчас это начала делать. Обоснование, которое она для этого выбрала, Владимир Путин, который выбрал для этого обоснованием довольно странные концепции, не имеющие отношения к России, очень сильно будет лишь подстегивать противоречия внутри этого общества. Что, наверное, кто-то бы сказал неплохо, что чем хуже, тем лучше и прочее, но не я. Потому что в первую очередь, конечно, страдать будут обычные люди, как это происходит уже сейчас. После того, как российские власти решили, что ЛГБТК+, это какое-то движение и организация, и запретили... Это даже юридически безумие. Ну, то есть, они что запретили? Никто так и не понял. Это, собственно, повышает риски для людей, собственно, ориентации, отличающейся от гетеросексуальной в России. Это не значит, что эти люди исчезнут, потому что эти люди, они там не появляются и не исчезают по мгновению волшебной палочки. Это значит, что их жизнь станет невыносима. И это будет распространяться на все большее количество людей. Недавно мы видели взрыв антисемитизма в России, который никуда не делся. И можете посмотреть на реакцию на слова Владимира Соловьева. Ему все чаще припоминают, что у него еврейские корни. Маргарита Симоньян все чаще припоминает, что у нее корни армянские. И это будет лишь разрастаться, потому что глобально идея не в том, что там Россия против ЛГБТ или с чего-то, а идея в том, что на самом деле единственный драйвер нынешней российской идеологии это ненависть. Ненависть к Украине, ненависть к Западу, ненависть к тем, кто не похож, кто похож ко всем на свете, ненависть. И это будет лишь расширяться. А то, что Владимир Путин решил эту ненависть облечь в псевдо-традиционные ценности, которые не имеют никакого отношения к реальной российской истории, это лишь обострит эти противоречия и конфликты. Поэтому мы вновь видим, как в условиях, когда никаких реальных ценностей не существует, так как ценности Владимира Путина это лишь воровать и раздавать власть людям, которые подли него, из этого порождаются какие-то странные франкенштейны, которые мешают жить обычным людям. Поэтому вот те, кто, знаете, есть же какое-то количество людей, которые, когда война началась, уехали из России, а недавно начали возвращаться, говорят, да все нормально, тут все восстанавливается. Вы не понимаете. Речь не просто об экономической просадке, которая и есть, и будет. Речь не просто о китайских машинах вместо немецких. Речь о диктатуре, где вы каждый день будете оглядываться, боясь, что вы следующий, что за вами пришли. Можно еще тысячу фраз, связанных там с цитатами известными, типа, когда пришли за мной и прочее, можно рассказывать про историю, про ГУЛАГи и про все остальное, но мы уже, мне кажется, в той точке, где стало очевидно, что несмотря на сбывающееся пророчество, несмотря на то, что Россия действительно превратилась в диктатуру, а Путин действительно в Гитлера, и действительно это фашистское государство, которое борется с любой инаковостью, это людей уже не впечатляет. К сожалению, большая часть людей умеет учиться только на своих ошибках, и то не всегда. Дело в том просто, что сейчас эти ошибки стали ценой в жизни, ценой в свободу. Это люди в России должны понять. Поэтому, если в целом вы хотите жить, не выживать, а жить, то вам нужно еще раз присмотреться к тому, что в России происходит, насколько вас это устраивает, и можете ли вы что-то с этим сделать. Ну, как минимум, вы не должны становиться частью этого фашизма, не становиться частью армии, не становиться частью чиновничьего аппарата, не помогать, собственно, российскому государству уничтожать людей в Украине и собственных людей внутри своей страны. По итогу можно сказать, что Путин окончательно превратился в диктатора в 2021 году. Я записывал ролик, где рассказывал, что трансформация в диктатуру уже случилась, что вот там есть, значит, диктатура, есть там демократия, и, собственно, Россия прошла Рубикон, который их разделяет, который даже разделяет уже просто авторитаризм от, собственно, диктатуры тоталитарной, что там тоже Рубикон пройден, но пока не в конечной точке. К 2023 диктатура оформляется окончательно, и я думаю, что как раз к российским выборам мы уже увидим вот гротескную пародию Владимира Путина на самого себя. И чем дальше и дольше это будет, тем больше это будет вызывать ненависти и агрессии и, соответственно, социальных взрывов. По самым разным поводам. Это не будут социальные взрывы, когда оппозиционеры там в России, не знаю, люди оппозиционных взглядов выйдут с метод Путина и освободят Навального. Нет. Это будут погромы, это будут взаимные убийства, это будут регионный регион, это будет, возможно, даже кровавое месиво. И просто важно это понимать, смотря на Владимира Путина между двумя Иисусами, который говорит про определяющий русский этнос. Ну а с вами был Майкл Наги, такой небольшой с соколонкой, если хотите, на тему происходящего, на тему того, что происходит в самой России и то, куда ее везет Владимир Путин. Что война не проходит бесследно, что диктатура всегда вторгается к вам в ваш собственный дом, помимо чужих стран. Я надеюсь, что многие люди смогут присмотреться к этому внимательнее и понять, что просто сидеть и пережидать не выход. И что все те вещи, которые кажутся алармизмом из фейсбуков и ютубов, на самом деле все больше воплощаются в жизнь. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok